Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк сервис Алиэкспресс с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет! И тут у нас очередная новость и уже про игрушку. Разработчики Pokemon Go начали раздавать помилования читерам. Вышедшая в начале прошлого месяца мобильная игра Pokemon Go вызвала небывалый ажиотаж по всему миру. Однако, как это часто бывает, популярность таких проектов очень быстро начинает сходить на нет. Похоже, что дела у игры идут не лучшим образом, так как студия Nantik решила разбанить большее количество ранее заблокированных игроков, использовавших различные приложения от сторонних разработчиков, которые показывали покемонов на карте или позволяли имитировать передвижение. Цитирую слова разработчиков. Некоторые игроки, возможно, не поняли, что приложения, выполняющие настройки на карте, делали больше, чем просто показывали им покемонов поблизости. Объяснили разработчики причину своего решения. Другими словами, создатели Pokemon Go считают, что некоторые игроки могли не знать, что использование сторонних приложений запрещено, поэтому они приняли решение разбанить их и дать второй шанс. Разработчики говорят, что многие такие приложения в фоновом режиме собирали пользовательские данные и передавали их злоумышленникам, без ведома самих игроков. К тому же, работа таких программ вызывала эффект на серверах Pokemon Go, схожий с DOS-атакой. В любом случае, если вас ранее забанили в Pokemon Go и вы забросили игру, то сейчас сможете проверить, был ли снят бан с вас. Вот так вот. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал. Субтитры создавал DimaTorzok